Аудиокнига своими руками Студия «Барабаны судьбы» Читает Александр Водяной Антон Павлович Чехов Дурак Читает Александр Водяной Прохор Петрович почесал затылок, понюхал табаку и продолжал. Две бутылки хересу в меня вылили, сижу, пью и чувствую. Улыбки ехидные строят и поздравляют. Около меня хозяйская дочка сидит. А я пьяный дурак, чувствую, что мелю всякую ерунду. Ну, там про семейную жизнь, про утюги да горшки разные. А после каждого слова поцелуй горячий. Тьфу! И вспоминать тошно. Просыпаюсь на утро. Головишка трещит. Во рту хлев свиной. Однако чувствую. И понимаю, что я уже не прохвост. Не мелюзга какой-то. А жених. Самый настоящий. С кольцом на пальце. Иду к отцу. Так, мол, и так, папаша милый. Слово дал. Венчаться хочу. Но отец известно в смех. Не верит. Куда, говорит, тебе молокососу жениться? Ведь тебе и двадцати лет еще нет. А я подлинно молод тогда был. Моложе снега первого. На голове кудри русые. В груди сердце пылкое. А за место живота этого шаровидного талия тоненькая, женственная. Поживи еще, да тогда и женись, говорит папаша. Я на дыбы. Известна своя воля. Но вообще-то я балованный был с детства. Ну вот, значит, стою на своем. Да на ком же ты жениться-то хочешь? Спрашивает отец. На моряшке. Крыткиной. Отец в ужас. На этой прощелыге. Да ты с ума сошел. Ведь ее отец Мазурик весь в долгу, как в шелку. Дурачат они тебя. Все эти свои тебя замануть хотят. Эх ты, дурак. А действительно, что я дураком был. Баран бараном. Бывало, постучишь себя по голове. Так в другой комнате слышно. Да так звонко. До тридцати лет. Ни одного умного слова не сказал. Ну а дурак, как сами знаете, Вечно в беде, Вечно в просаг попадает. Вот так и я. Никогда, бывало, Из беды не выхожу. То одно, то другое. И по делам. Не будь дураком. То бьют меня, То из домов и трактиров гонят. Семь раз из гимназии выгоняли. То женят. Ну, в общем, отец бронится, Кричит, чуть не дерется. А я на своем стою. Жениться хочу. Да и шабаш. Кому какое дело? Никакой отец не может мне препятствовать, Ежели у меня свое, Это самое, как его, Умозрение есть. Не маленький уже. Тут еще матушка прибежала, Ушам своим не верит, В обморок падает. А я на своем стою. Можно ли, думаю, Мне не жениться, Ежели я желаю свое, Так сказать, Семейное счастье иметь? А ведь Марьяша моя, Думаю, красавица. Ну, на самом деле, Она вовсе не была красавицей. Но мне так казалось. Казалось, точнее, хотелось, Чтобы она была красавицей, Да такой, что краше, На всем свете не найдешь. Вот вбил себе в голову Эдакую дурацкую идею. А если на то поглядеть серьезно, То другой такой И впрямь не сыщешь. Горбатенькая, Косенькая, Да еще худоба, Да и дура вдобавок. А двое дураков в семействе Это уж чересчур. Одним словом, Моя невеста Чучело заморское, А вот Крыткины От моей женитьбы Интерес видели. Они бедняки были. Голь непросветная. Одним словом, А я-то со средствами У моего отца Большое состояние было. Ну, тогда пошел Мой папаша К начальству моему. Батюшка, Ваше превосходительство, Не велите вы моему Аспиту в брак вступать. Сделайте божескую милость, Ведь погибнет мальчик. На мое несчастье Начальник мой С душком был. Мода тогда Либеральная пошла. Дух такой, значит. Я не могу, Говорит, Вмешиваться Во внутреннюю жизнь Моих подчиненных. И вам не советую Посягать на свободу сына. Да ведь, сынок-то у меня Дурак, Ваше превосходительство. А начальство Стук кулаком по столу. Кто бы он ни был Милостивый государь, А он имеет право Располагать собой Как ему угодно. Он свободный человек, Милостивый государь. Ну, когда же вы, Варвары, Научитесь понимать Жизнь? Пришлите ко мне Вашего сына, И я с ним поговорю. И вот Зовут меня. Я застегиваюсь На все пуговицы И иду. Чего изволитесь? Вот что, молодой человек, Ваши родители Препятствуют вам Поступить согласно Влечениям вашего сердца. Это жестоко И гнусно С их стороны. Верьте, молодой человек, Что симпатии Порядочных людей Всегда будут На вашей стороне. Если любите, То идите туда, Куда влечет вас Ваше сердце. А ежели Ваши родители По невежеству Будут препятствовать вам, То скажите мне. И я поступлю с ними По-своему. Я им покажу. И чтобы показать, Что в нем сидит Самый настоящий дух этот, Он добавил. Я буду у вас на свадьбе. Даже отцом посаженным Могу быть. Завтра же поеду Вашу невесту посмотреть. Ну, я кланяюсь И ликуя, Выхожу. А отец стоит тут же И чуть не плачет. А я ему из кармана Кукиш показываю. На другой день Поехал он, Мой начальник, Смотреть невесту. Она ему понравилась. Да, Худа, конечно, Говорит он. Но симпатия Есть на лице. Доброта, говорит, Какая-то на лице написана. Играться и много. Вы очень счастливый Молодой человек. Через три дня Мой начальник Повез невесте подарки. Примите, Говорит от старика, Желающего вам счастья. И прослезился даже. На пятый день Сговор был. На сговоре он Пунш пил И два бокала Шампанского Выкушал. Сама доброта. Славная, Говорит у тебя, Бобенка. Правда, Худая, Косая, А все-таки Что-то Французистое В ней Есть. Огонь Какой-то. За три дня До свадьбы Я прихожу К своей невесте. С букетом, Знаете ли? И спрашиваю, Так это... А где Марьяша? Дома нету. А где она? Э, Тесть мой, Будущий, Молчит И ухмыляется. И теща тут же сидит И кофе В накладку пьет. А раньше всегда В прикуску пила. Да где же она? Чего вы молчите? А ты что за Допросик такой? Ступай, Туда откидыв Пришел. Вороти, Оглобли. Приглядываюсь И вижу, Мой Тестюшка-то Как зюзя. Нахлестался, Сволочь. Хе-хе, Не эту, Говорит, А сам Ухмыляется. Ищи себе Другую невесту. А Марьяшка В гору Пошла девка. Хе-хе-хе-хе, К благодетелю Пошла. К какому Такому Благодетелю? А к тому Самому, К твоему Начальству. Превосходительству, Значит. Было б Не привозить Его. Хе-хе-хе-хе-хе. Я так И ахнул, А потом Вспомнил, Что я ведь Дурак. Эх, И с той поры Намного Умнее стал. КОНЕЦ КОНЕЦ